Керим Керимов Обратились ко мне наши ученые и товарищи, попросили, что вот хотим такое мероприятие провести, столетие Керим Керимов. Естественно, я от имени общества дал согласие. Цель проведения этого мероприятия заключается, во-первых, почтить память Керим Керимова, и во-вторых, показать людям, что действительно наука, что дает народу, что дает республике, что дает государству. Почти в память общенационального лидера Гейдара Алиева ученые отправились в село Гиль, где родился Керим Керимов. В этих живописных местах прошло все детство ученого. А в стенах этой школы он формировался как человек. К сожалению, педагогов, помнящих его как ученика, уже не осталось в живых. Но теперь школа гордо носит его имя. Именно здесь прошел вечер памяти выдающегося ученого. Если ты ищешь ключ к какой-то двери, нужно обратиться к науке. Эти слова сказал великий азербайджанский поэт Низамы Гянджави. Эта конференция стимулирует молодых ученых и подталкивает их к науке. Я уверен, что азербайджанская наука будет процветать с каждым днем, и молодые ребята будут продолжать путь Керима Керимова. Всю свою жизнь Керим Керимов посвятил науке. В 1936 году он поступил на механико-математический факультет БГУ. В 50-м защитил кандидатскую в Московском государственном университете. Позже его назначили на ответственную должность – подготовка научных кадров в Академии наук Азербайджана. Молодые ученые, в чьих жизнях он оставил след, по сей день благодарят своего наставника. 40 его учеников стали кандидатами наук, 8 – докторами. Керим Малин был тот человек, который любой студент, любой сотрудник мог подойти и поспорить с ним. Но потом поспорил, понимал, что он, оказывается, напрасно спорил, все было, оказывается, правильное решение, Керим Малин было правильно принято. Но, по крайней мере, он объяснял свои решения очень просто. И мы верили, что раз Керим Малин что-то сказал, то, наверное, так и должно было быть. В 1973 году профессором Керимовым была организована прикладная и счетная кафедра. Будучи ее руководителем, Керимов создал на ее базе научную лабораторию и проводил фундаментальные работы. Часть этих работ была использована в развитии современной техники космонавтики. Только единичные ученые создают новые научные направления и создают научную школу в этом направлении. У Керима Керимова есть научная школа, поэтому сегодня созданные им направления процветают. Поэтому я всегда говорю, что Керим Малин не умер. Его жизнь продлевается в науке. Несмотря на то, что все свое время он посвящал науке, Керим Керимов оставался примерным отцом. У него пятеро детей, и до сих пор каждый из них мечтает быть похожим на своего отца. Всегда, в течение всей своей жизни, все его поступки, не могу сказать, что он там читал какие-то нотации, лекции, но он просто делал так, как надо делать, поступал всегда как мужчина. И надеюсь, я уже большую часть своей жизни прожил, надеюсь, я что-то... Говорят многие, что я внешне похож на него. Надеюсь, что не только внешне, что-то осталось из его замечательных качеств. За выдающиеся научные достижения Керим Керимов был удостоен награды Сталина. Дважды орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, престижными наградами Ломоносова и Беруни. Профессор Керимов является автором более ста научных произведений. Исследования специального назначения, проведенные Керимом Керимовым, стали известны всему миру. Редактор субтитров А.Семкин